И последняя ошибка, о которой мы можем думать, это утрата цели. А зачем, собственно, мы это делаем? Мы уже начали об этом немножко говорить, что мы это делаем, потому что нам уверенно, пойдите и научите, или потому что у нас задача как можно больше. Если люди скажут, что ты узнаешь, что ты пастор церкви, то следующий вопрос, а сколько человек в вашей церкви? Это определяет, насколько хорош ты пастор. Знаешь, что в маленьких церквях количество денег и, может быть, в общей сумме выделяемой на миссии меньше, но количество служений в маленьких церквях, конечно, в итоге больше, чем на душу населения, по отношению к душу населения, чем в больших. Потому что там ни за чью спину не спрячешься. Все друг друга знают. Если в большой церкви не пришел на служение, никто этого не заметил. Если в маленьких церквях, это семья. Что случилось? Может, помочь чем-то надо. И когда меня спрашивают, я 8 лет был старшим пресвитером церкви, сейчас я передал эти бразды дальше братьям. У тебя церковь такая маленькая, всего 60 человек. Я говорю, я горжусь. У нас церковь 60 человек, у нас при церкви 5 миссий. Мы поддерживаем двух миссионеров. Один в Иране, один в Словакии работал, сейчас в Украине церковь создает. И у нас есть и работа с реабилитационным центром и для наркоманов-алкоголиков, и реабилитационным центром для людей, которые только что вышли из заключения. Я горжусь своей церкви. Покажите мне большую церковь, где в отношении на душу человека столько будет служения, столько будет миссий. У нас одно общие, мы семья. Я не говорю, что в большей церкви это плохо, но большим церквям уже больше нужно усилия, для того, чтобы создавать этот дух семьи. Собственно, вот эти все малые группы, это один из хороших выходов для больших церквей, чтобы не было вот этого чувства толпы, в которой можно засеряться. Но помните, был момент, когда пришли ученики, иисусы сказали, что мы тут одного человека нашли, который ходит твоим именем, проповедует, исцеляет, а с нами не ходит. Может, мы его запретим? Ответ сегодняшнего пастора – да. Потому что толку проповеду, он же в нашу церковь не придет. И когда встречаешься с пасторами, говоришь, давайте проведем какое-то мероприятие, первый разговор – а в какую церковь эти люди пойдут тогда? В нашу или в вашу харизматическую? При этом они боятся, да? Вот. Вот. И вы знаете, когда мы проводили фестиваль «Семья и Библия», один пастор церкви, харизматический причем церкви, сам на наш фестиваль поехал, а людям из церкви запретил приезжать. Понимаете? Мы не пастыри стада Христова, а каждый пасет свое стадо, а пастыр-начальник у него так только на стенке висит. Вот. И это огромнейшая проблема, которая у нас есть. Мы теряем цель. Мы забываем, для чего мы это делаем. Кто из нас сегодня готов? Понимаете? Вот там студенты едут куда-то. Проблема в том, что сегодня вы должны быть готовы. Что церквям вы сегодня не нужны. Что вы придете в церковь, и, понимаете, такая загадка, может ли сын полковника стать генералом? Ответ «нет, не может, потому что у генерала тоже есть сын». Понимаете? Вы приходите, там уже есть пастор, там уже есть церковь, и люди грамотные, обученные, образованные – это угроза его авторитету. То есть у нас не авторитет Христа сейчас был, а авторитет пастыр. Но разговор, что нужно делать? Разговор просто – идти и создавать новую церковь. Но для большинства людей это в принципе невозможно. Как я пойду, а как на это посмотрят отцы, мужи-братья. То есть не идти, вот Павел и Сила, и Варнава, они не боялись прийти, проповедовать и все. Вот не звать теперь приезжайте к нам в Иерусалим. А те, кто приняли Христа, крестились, и они уже есть церковь. Ничего создавать-то не надо. И не ушли дальше. На обратном пути посетили, ага, ну видите, у вас учителя образовались, там есть прочее, рукоположили на обратном пути пресвитеров. А в корейской церкви уже сколько лет прошло, а там до сих пор ни пресвитеров, ни зеконов нету. Потому что не растет пока церковь. Вот. Мы же сегодня так, ну если она не будет там под контролем какого-нибудь там союза, причем союзы образовываются исключительно путем методом деления, как клетка. И как мне рассказывал один православный священник, ну из очень такой крайней направления православного, он считает, что спасаются не все, но только христиане, но не все только православные, но не все только русские, но не все только те, которые не в московской патриархии, а в их, значит, зарубежной церкви, и то не все. И вот он говорит, как-то мы с ним разговаривали вообще о проблемах церкви, и он говорит, ты же понимаешь, что был у нас один брат, который кричит, ну Бог же один, давайте все объединяться. Он говорит, ты же понимаешь, если две деноминации захотят объединиться, сколько будет в итоге деноминаций? В итоге их будет три. Один плюс один окажется три. Вместо того, чтобы стала одна, они сольются. Потому что и в этой деноминации будут те, кто захотят, а те, кто не захотят. И в этой деноминации те, кто захотят, а те, кто не захотят. Те, кто захотят объединяться, а те так и останутся сами по себе. И вот, вы знаете, объединение будет три. Но мы же приучили, мы приучили, что все нужно делать одинаково, подгонять под одну, значит, шкалу. Бог создал разнообразие. Создал много разных цветов. В смысле, цвет. Красота. Он ценил свое творение многообразия. Мы пытаемся всех унифицировать. Потому что нам так удобнее контролировать. Так удобнее нам. Мы теряем цель. Мы делаем то, как удобнее нам. Вот. И если вы соберетесь создавать свободную церковь, то еще полбеды, если она будет принадлежать движению свободных и вам есть лицарки. Потому что у вас есть какая-то все-таки, это самое, динаминационная принадлежность. Стоит вопрос, как она может быть, одна ли, свободной или принадлежащей какой-то организации. Но тут более-менее, то если свобода заложена в программу, то одно. А если вы просто вот группа верующих, то будьте готовы, что вас будут, баптисты будут звать вас харизматами, харизматы баптистами. Потому что вы не при... Да, потому что вы ни к тем другим не примыкаете. То есть разговор, что мы во Христа верующие, это... Нет, ты мне, пожалуйста, объясни. Так, ну, какой еще нужно... Как это? Какой еще документ нужно? Усы и хвост мой документ. Христос мой документ. Нет, потому что этого недостаточно. Вот какой именно группа христиан? Тристос. Да, Кифов ты или Аполлоса? Вот иначе, значит, разговора не будет. Мы теряем цель. Вот. Писание говорит, вы соль земли. Таких только о проповеди про соль мне, опять же, не доводилось слушать. Но слушателей... Для слушателей Иисуса было вполне понятно, что значит быть солью. В те времена соль применялась не для вкусовых качеств. Соль была и так в пище слишком много. Соль применялась как презервант, чтобы сохранить пищу от гниения. И вы соль земли. Вы те правильники, ради которых еще не уничтожен город. Вы ее от гниения. Один проповедник даже там перечислял там разные. Для лучшего вкуса свой. Последнее, что он сказал, что когда вот на улице снег, то значит солью посыпать дорожки, чтобы это самое, это тоже сольное совпадение. Значит, и дальше он, конечно, развил хорошую идею, что христианин должен удерживать друг друга от падения и прочее. Правда, я говорю, ну вот приехали. Как же это вписывается в притчу про соль, что если она негодна, то ее под ноги для попрания бросают. Если он с этого, собственно, начинает. Вот. И если соль теряет свою соленость, если она больше не содержит в себе хлорида натрия, который предохраняет, собственно, гниение, а только, значит, пустая порода, с которой она смешана, то каков смысл? Но мы это хорошо заучили все. Мы соль земли. Нам нельзя терять соленость. Поэтому мы собираемся в солонках, запечатать в солонке, и чтобы не крупинка, соли и солонки не потерялись. Но мы же не соль солонок, а соль земли. Поэтому мы должны быть в миру. Мы должны быть среди тех, кому мы должны свидетельствовать. Это наша... То есть соль в солонках... То есть мы стали... Церковь сегодня становится клубом по интересам. Ну, примерно, как воспринимали христиану в Антиохии. Их стали называть христианами. До этого назывались ученики. А в Антиохии там же было там... Ну, те изидяне, изиде поклоняются, те осиряне Осирису поклоняются, а те христиане Христу поклоняются. То есть у них в голове было, что богов много. Вот у каждого, значит, клубы по интересам. У каждого свои, значит, боги, свои, значит, таинства. Там, Мартовские еды у Алдера, если кто-нибудь читал, то описывается вот это вот. Вот это вот мистериальное культо очень хорошо. И как писал Фрэнсис Шефер. Как минимум, одну книжку я вас в библиотеке видел. Значит, он здесь, и он не молчит. Фрэнсис Шефера. Очень хорошая книжка. Мы уже упоминали ее... Как же нам теперь жить? Я только не помню, есть ли она у нас в библиотеке. Вот, но Андрей Гурский планирует в ближайшее время переиздать. Права мы уже получаем на переиздание. Вот... И Шефер пишет, я всегда стремился обращаться к неверующим. И что я обнаружил? Всякий раз, когда я обращался к неверующим, верующим, получали наибольшую пользу. Я не знаю, как это было у вас, а когда я провожу семинары среди действующих миссионеров, проповедников, пасторов, то чаще всего, вы знаете, горящие глаза и говорят, ага, так теперь я понял. То есть они знали, как нужно поступать. Их этому научили. Их научили, как нужно делать. Но их забыли научить, зачем это нужно делать. Поэтому они это делали. Потому что так нужно делать. Вот. Потому что все так делают. Но, понимаете, иногда бывает, нужно делать это немножко иначе. И когда нужно делать именно так, когда немножко иначе, ты понимаешь, что когда ты знаешь, зачем ты это делаешь. Если мы теряем фокус, то у этого проблемы. И вот Шефер говорит, я старался обращаться к неверующим, а большую пользу всегда получали верующие. То же самое в нашем, когда мы реализовали свою миссию, наша главная цель была изначально, поначалу этого благовестия верующих, благовестия неверующим. Но тут же такое количество писем мы стали получать от верующих, которые, так теперь-то я понял, почему. Или, допустим, я-то в Бога уверовал, но я-то знал, что на самом деле все не так. То есть я в Него верил, но в школе его учили, что человек пришел, что-то обезьяны, что Библия – это сказки и прочее. И вот все тот же священник, который я сегодня говорил, его первое письмо, когда он прислал, я прочитал мою книжку о потопе и говорит, у меня как это самое, у меня радость жизни, как встретил старого потерянного друга. Потому что я, говорит, с Богом отдал ему, он вообще грамотный, московский физтех закончил, вот, и сейчас в деревне, в деревенском, сельским священником. Тимофей Алфьоров зовут, вы, кстати, в интернете, если найдете его имя, огромное количество работ по алкологетике у него. И склоняют во всех падежах, как на атеистических сайтах, так и на православных сайтах. Вот, Кураева в частности. Вот, то есть… А? Вот. И… Ну, Кураев лектор, деньги зарабатывает лекциями. Раньше он был… Раньше у него было веселее. Он был, тем самым, идеологом Московского перерабхата. Сейчас он хоть может свободнее говорить, и стало это гораздо интереснее. Да это само правило, православный тоже. Ну, ты же понимаешь, что у них там никто ни с кем не согласен. Это же есть проблема. Вот. Кроме Никея Цареградского символа Иера. Это то, с чем согласны все. Вот. И этот, я с Богом был, я Бога познал, но вот все вот это мое образование через университет и прочее не давало мне с ним полностью слиться, с единицами. Познал Адам жену свою. То есть, они стали один и целым. Вот так вот Бога познать. Помните, Павел мечтает, что мы сейчас видим через тусклое стекло, а тогда я буду позн... Я познаю, как я познал. Вот это вот слово познаю греческим и греческим обозначает совокупление, полное обладание, целое единство. Вот. Поэтому, вот, поэтому у апологетики вообще и у нашей миссии Христианский научно-апологетический центр в частности есть тройственная задача. Первое, это сообщать истину скептикам. Второе, это утверждать в истине тех, кто ее принят. И третье, это оснащать Божьих людей на провозглашение Божьего Слова. У нас нет цели в дебатах побеждать, книжки издавать, лекции читать. Это все средства достижения вот этой триединенной цели. И очень важно нам эту цель не утратить. Очень важно, в своем служении мы всегда ей следовали. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok